Дальневосточные дети соревновались в Хабаровске. Мы проехали от Парижа до Владивостока, пересекли фактически континент, чтобы оказаться здесь и встретиться со всеми этими прекрасными артистами, которых сегодня вы видели. Теперь мы уже знакомы со многими участниками и ждем их в Париже, ждем их у нас. Этот международный проект организован Французской культурной ассоциацией «Эспланада ЮНЕСКО» совместно с Приморской краевой филармонией. Конкурс открыл одаренных детей разного возраста в хореографии, вокале, инструментальных, театральных и пластических искусствах. В разные годы эта международная манифестация проводилась в Германии, Чехии и Франции. А в этот раз зрители смогли насладиться яркими и красочными выступлениями коллективов Дальнего Востока России. Мне кажется, мы все сделали правильно. Мне тоже, потому что мы выступали хорошо очень. Мы старались улыбаться, мы растягивались перед занятием, то есть постарались выложиться по максимуму. Было, конечно, немножко страшно, но все равно как бы мы старались. Каждый раз выступаешь как новый, всегда страшно. Я не первый раз выступаю, каждый раз, когда мы выступаем, это волнение. Мы занимаемся второй год, очень нравится. Мы второй раз на этом конкурсе, в прошлом году были в Хабаровске. В прошлом году стали лауреатами третьей степени. Фестиваль носит не только конкурсный характер, но и объединяет профессионалов для творческого обмена опытом и идеями. Очень хорошие впечатления, мне нравятся номера и других коллективов. Конечно, мы не хуже поступаем, хорошо. У нас номер в оригинальном жанре – цирковое искусство. И конкуренции не так много, потому что цирковой жанр достаточно редкий. Но все равно конкуренты все очень сильные и есть с кем соревноваться. В процессе Гранд Гала состоялась церемония награждения руководителей и коллективов победителей конкурса искусств «Белое крыло Париж-Владивосток». Всего для конкурса было учреждено пять гран-при, а также вручены именные дипломы и уникальные памятные призы ручной работы. Мы стали не только лауреатами, но и взяли гран-при фестиваля. Мы вообще довольны выступлением своих ребят. Наверное, можно это увидеть по их счастливым лицам. И по тем аплодисментам зрителей, которые сидели в зале. Это был гром, шквал. Нам было очень приятно. Спасибо. Фестиваль «Белое крыло Париж-Владивосток» открыл новые имена талантливых детей Дальнего Востока. Многие из конкурсантов получили приглашение выступить в Париже, Берлине или Праге с сольной концертной программой. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.